А? Какую заяву на путь? Да. Какую заяву? Вот так вот наркоманы. Помоги себе! Наркомания – бич всего нашего общества. Проблема, которая может коснуться любого. Но употребление наркотиков рано или поздно заканчивается покалеченными судьбами, тяжелыми заболеваниями или смертью. А главные убийцы – это наркобарыги, с которыми ведется, кажется, нескончаемая война. Так, при вас сейчас находится какое-то либо запрещенное вещество в гражданском обороте? Наркотически сильные действующие вещества. Где находится? В руке. В руке. Что находится в руке? 10 паков по 0,5. 10 сверков? 10 сверков? Да. Этому пермяку 21 год. В первый же день работы наркозакладчиком он был задержан сотрудниками ППС. Юный дилер выходил из леса, где поставщик оставил для него 10 свертков с наркотиками, именуемыми как «соль». Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Данный молодой человек пояснил, что устроился в первый день. После некоторых, получается, проверок, когда первая проверка он прошел, ему дали настоящее место клада, ну, большого клада. Гражданин пояснил, что данные свертки он нашел в лесном массиве, так как устроился работать с закладчиком. В этот грязный мир сегодня попадают и дети. 16-летний подросток организовал целую лабораторию по производству синтетических наркотиков. Он снимал трехкомнатную квартиру, где и производил запрещенные вещества. Сбывали отраву две девушки 22 лет. Во время обыска полицейские нашли 300 граммов наркотиков. А результаты этой операции повергли в шок даже опытных наркополицейских. В Перми задержали банду граждан Таджикистана, промышлявших героином. У них изъяли около 9 килограммов наркотиков. Героин был нечистым. В жажде легкой наживы группировкой шести человек смешивали порошок с сахарной пудрой и детской смесью. Наверняка после такой дозы наркопотребители могли не выжить. Сами торговцы смертью не принимали героин. Мазокладка где лежит? Пакет где лежит? С порошком. По всей стране до 26 марта проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью». Полицейские проводят беседы со школьниками и студентами. Проверяют наркозависимых. Но самое главное – хранители правопорядка просят горожан присоединиться к акции. Уважаемые березняковцы, если вы обладаете какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков, просим вас обращаться в полицию. Если в вашем доме есть наркопритон или вы подозреваете кого-то в распространении запрещенных веществ или закладчики ходят в ваш подъезд как себе домой, звоните в полицию. Анонимность гарантируется. Также сейчас открыта горячая линия, где можно проконсультироваться со специалистами по вопросам профилактики и лечения наркомании. А о бесплатной реабилитации можно узнать в некоммерческой организации «Ветер перемен». Сергей Коленик, Степан Некрасов. Новости Верхнекоме.